Всем привет, ребята! Вы, как всегда, на старом добром канале Собервижн. И сегодня мы продолжаем знакомиться с нашей новой семьей муравьев Металликой. В этом видео будем заселять их в фармикарий Азия, устраивать неистовую охоту и кормить муравьев орехами. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Не так давно я стал обладателем давней мечты – муравьев Металлика. Как вы помните, этот отводок от какой-то более крупной семьи, и пока непонятно, есть ли у нее гомергат, матка или вообще хоть кто-нибудь оплодотворенный. Пробирку с семьей Металликой я поместил на арену, которую красил на скорую руку. Пока у меня такая непонятница с наличием яйцекладущей особи, заселять их в природный фармикарий смысла нет. Вначале нужно во всем убедиться и разобраться. Поэтому я принял решение подключить к малой арене фармикарий Азия. Да и в пробирке воды осталось крайне мало, что в самое ближайшее время может отрицательно сказаться на здоровье этой семьи. Поэтому без промедлений достал фармикарий Азия и подключил его к арене. Для создания подходящих условий в гнезде увлажнил первую камеру. Как только я это сделал, сразу же первые разведчики появились у входа в гнездо. Они все чаще и чаще заходили внутрь, осматривали каждый угол и прикидывали, скорее всего, как в этом пространстве можно разместиться в дальнейшем. И тут, ребята, я очень запереживал. Действительно, муравьи Металлика абсолютно не умеют передвигаться по вертикальным поверхностям, скользят. Плюс ко всему, наши малыши имеют совсем небольшие размеры, а входная трубка находится на некой высоте, на которую забраться не так-то и просто. Конечно, они смогут сбоку попробовать пролезть, но для большей уверенности и удобства для муравьев я решил ставить входное отверстие, корень, по которому они спокойно как по лестнице смогут забираться в гнездо, а также спокойно выходить на арену. Это действительно сработало, и уже целые толпы, используя эту лестницу, забирались и осматривали гнездо. Я также развернул пробирку на арене ее входом ко входу в формикарий, чтобы процесс переселения протекал быстрее. Кроме того, я накрыл тряпкой гнездо, чтобы муравьем было в нем более комфортней, и они как можно скорее смогли переселиться. В действительности это сработало. Уже спустя 2-3 часа основная масса находилась в новом пространстве, и совсем неплохо там себя чувствовала. Муравьи начали заниматься приличными делами, ухаживали за своим потомством за собой. Помните, у этой семьи был единственный кокон? Так вот, кокон они открыли, и из него появился самец. Он по-своему красивый, крылатый, усатый, пока он сидит в гнезде и особо никуда не торопится. То, что появился самец, уже не очень хорошо, но, думаю, стоит посмотреть, что будет с остальным расплодом, кто из него появится, и тогда мы точно узнаем, есть ли у этой семьи оплодотворенная особь или нет. Самое время провести первую охоту. В качестве белковой еды выступит туркменский таракан. Он был помещен на арену, и охота началась. Муравьи покусывали его, но это больше напоминало какое-то отпугивание. Но спустя буквально пару минут один из рабочих схватил таракана за лапу и попытался его ужалить. Потом это повторялось все снова и снова. Охотники хватали таракана за лапы и сжалили, пытались удерживать его. Таракан не сдавался, он вырывался активно, но челюсти этих малышей, как стальные, удерживали жертву, что приводило к тому, что часть конечностей у таракана отрывалась. И спустя буквально пять минут у него были оторваны почти все лапы. Он был изможден и свалился на спину. Этим сразу же воспользовалась металлика и нанесла множество ужалений. Яд начал действовать на таракана, и он перестал так активно двигаться и пытаться убежать. Хотя и предпринимал иногда некие попытки к спасению. Охота прошла успешно, и некоторые рабочие даже приступили очищаться, восстанавливаться возле поверженной жертвы. Спустя какое-то время они приступили к транспортированию жертвы в гнездо. А у меня палка в трубке, и я стал переживать, что таракан может застрять в гнезде и испортиться там. Поэтому он был извлечен из трубки и разрезан на три части, которые в дальнейшем были перетащены муравьями в гнездо. К трапезе приступили не только рабочие, но и самец. Вообще, можно сказать, что эти муравьи прекрасные охотники, и они не используют повсеместную мобилизацию всей семьи. Этим процессом занимаются лишь те муравьи, которые находились на арене, и в задачу которых в целом входило добывание новой пищи. Итак, ребята, из литературы мы также знаем, что эти муравьи едят не только насекомых, пьют сахарный сироп, но и любят есть орехи. Для того, чтобы убедиться в этом, я взял орех, который растет в Австралии, и это макадамия. Я отщипнул небольшую часть ореха и бросил их на арену. Как мне показалось, они особого внимания на этот орех не уделили. И я даже как-то расстроился, ведь так рассчитывал, что они орехоеды. Но потом, глядя в гнездо, я все-таки увидел, как муравьи затащили туда небольшие кусочки ореха. И это было очень позитивно для меня. Действительно, эти муравьи собирают орехи и используют их в пищу. Теперь нам осталось подождать, пока эта семья вырастет свое потомство. Из яиц появятся личинки, личинки сплетут коконы, и кто же появится из этих коконов? Только тогда мы 100% сможем сказать, есть ли в этой семье оплодотворенный рабочий, гомер-гад, матка или нет. Но на сегодня, ребята, у нас все. Спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока!